Дорогие друзья, сейчас я предлагаю из Зимнего дворца перенестись через Дворцовую площадь в Генеральный штаб. Ведь именно там сейчас работает мой коллега Павел Богданов. Он в числе первых, кто увидел новую экспозицию в главном штабе, весьма оригинальную, выставочный проект «Инсталляция думой о времени» Ян Ван Денхеке «Роскошный натюрморт». И, кстати, в реставрации этого натюрморта как раз-таки принимал участие Максим Лапшин, с которым мы только что с вами познакомились. Но сейчас слово Павлу Богданову. Эрмитаж в 2023 году – это не только курс на восток, это еще и возрождение и сохранение западноевропейского искусства, причем в необычной форме. Вот эта картина Яна Ван Денхеке «Роскошный натюрморт» – ее отреставрировали специально к этой выставке. Но эта выставка – не только выставка реставрации одной картины. Это тотальная инсталляция, в которой соединился и настоящий шедевр западноевропейской живописи XVII века, и предметы прикладного искусства как из собрания Государственного Эрмитажа, так и из собрания Музея театрального и музыкального искусства. Получилось настоящее высказывание о времени и о нас в этом времени. Вот как рождалась идея этой выставки, мы говорим с советником генерального директора Эрмитажа Светланы Доценко. Добрый день. Итак, как это все было? Потому что проект достаточно тяжелый, как мне кажется, и не просто было его воплотить и придумать самое главное. Вы знаете, проект придумал, можно сказать, себя сам. Этот проект придумал сам Ван Денхеке. Потому что когда мы начали работу над реставрацией этой картины, нашими реставраторами была расчищена надпись высказывания самого художника. Я представила вам здесь все наслаждения мира, но все пройдет как дым, думая о времени. И вот отсюда наши художники Юрий Сучков и Эмиль Капелюш вместе с нашей рабочей группой решили погрузить зрителя именно в атмосферу вот этого философского высказывания. Потому что действительно то, что мы видим сейчас, вот эту прекрасно отреставрированную картину, которая в конце XVII века, мы находимся в разгаре XXI века, и мы можем ее любоваться. Но что же делал художник? Как же он ее писал? И вот отсюда пошла идея показать, как это все могло быть, и дать возможность людям почувствовать, что это действительно может все пройти как дым. Это высказывание было бы неполным, конечно, без куратора выставки, заведующего наделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, Михаила Зединкина, которого мы тоже рады приветствовать у нас в эфире. Насколько удалось то, что вы задумали, как один из кураторов этой выставки? Я думаю, что получилось достаточно убедительно. Человек XX-XXI века воспринимает искусство совершенно не так, как люди, которые создавали это искусство в XVII веке. Здесь мы хотели вернуть аутентичность восприятия этого произведения. Эта картина писалась долго и тщательно. Она изобилует сложными найденными деталями, виртуозно написана. И вот это надо рассматривать медленно, внимательно, со вкусом, с чувством. Это середина XVII века. Сто лет в Европе шла кровопролитная война, религиозная война, которая перекроила карту всего континента. Средняя продолжительность жизни в это время европейца была 35 лет. И были непрестанно, то в одном, то в другом углу, вспышки чумы. Это было бедствие XVII века. Человек XVII века был к смерти гораздо ближе. Он чувствовал ее в любом воплощении, даже в самом прекрасном. Он видел, чувствовал дыхание смерти. И вот здесь это сочетание роскоши и цветения, бесконечного совершенства природного мира, оно сталкивается с реалией. И это тоже должно восприниматься нашим зрителям здесь на выставке. Мне кажется, что это получилось. Спасибо вам огромное. Михаил Дединкин у нас в эфире. Вот такая выставка, настоящая тотальная инсталляция в эти дни Эрмитажа. Мы продолжаем наш эфир на телеканале Санкт-Петербург.